Мармеладный верх, шоколадный низ. Вот такой не скучный шоколад я для вас придумала. Для создания такого шедевра вам понадобится мягкий молд объемной шоколадной плитки. На объемный верх мы сварим мармелад, а для основы приготовим темперированный шоколад. Любой молочный, черный, белый. Итак, ингредиенты для мармелада. Любая жидкость, либо лилось. 200 грамм. Сахарочек на твой изысканный кусочек. 200 грамм. Можно меньше. Можно сахазам, чтобы совсем как у Гурченко там. Желатин, он в рецепте, господин. 220 блюм, 20 грамм. Пектин, без него десерт, не резин, 2 грамма. Лимонный сок на глазок. Или лимонная кислота, чтобы заслюнить твои уста. Часть сахара, грамм 50, не больше. Смешиваем с рецептной дозой пектина. Так надо, потом поймешь. Верь мне. Траст мне. Из оставшегося сахара и напитка варим сиропчик в сотейнике. Перед самым закипанием вбухиваем туда пектин с сахаром, который терпеливо ждет свою очередь. И не переставая мешать, пектин вредный сворачивается комочками. Кипяти минутку. Где-то так. Потом сваренный сиропчик. Я оставлю немножечко отдохнуть. Градусов до 80. И потом в этом сиропчике растворяю вот этот набуханный желатин. Если остались от пектина комочки или от желатина, тоже бывает, возьми через ситечку, процедини, поленись. Так будет красивее. А дальше наполняй формочки, как на видео. Можно со шприца. Можно из кондитерского пакета. Главное, чтобы аккуратно и не переливай за края, пожалуй. Если у молдика есть тоненькие углубления, как на этом молдике, и мармелад не может из-за своей плотности туда протечь, помоги зубочисткой им. Затем затемперированный по всем правилам темперирования шоколад наполняем формочку. Главное условие, не дожидайся, когда мармелад остынет. Следующий молдик я наполняла из кондитерского пакета. И тоже очень даже удобно. Я отрезала очень тоненько кончик, чтобы струя была тоненькая-тоненькая. В видео момент остывания вот этого слоя мармелада я как бы обрезала. Вы должны понять, что он и не должен быть жидкий. Вот посмотрите, какая он не текучий, этот мармелад, но и не застывший. Нужно найти эту золотую середину, потому что если он будет сильно жидкий, конечно же, будет передиффузия. А нам нужно, чтобы диффузия с шоколадом случилась такая умеренная. Ну и дальше опять постучать, постучать, пузыречки повыбивать и оставить уже для стабилизации. Следующую я залила голубику. И вот эту часть видео я хотела показать опять вот этот момент, когда мармелад еще и не застывший, но уже и не горячий. Немножечко должен схватиться, понимаете? Очень важный момент, очень. Я поэтому так часто это повторяю, потому что нальете в горячий не получится. Нальете в холодный и раз лоится. Для этого теста я использовала молочный шоколад. Ну это дело вкуса, абсолютно. Я делаю сразу много молдов. Как вы уже заметили, я и для видео сняла далеко не все молды, но мне нужно было показать пример. То есть я не по одному молду заливала, если честно. Я заливала мармелад сначала во все молдики. А потом только уже вдохнувший этот мармеладик, чуть-чуть остывший, тут опять напомню, важно поймать момент, и тогда только заливала темперированный шоколад сверху. Я желаю вам умеренной, послушной диффузии, друзья мои. Вот и настал момент X. Смотрите, как легко достаются мягкие молды. Помогаем в некоторых сложных местах пальчиком. Аккуратно, нежно поднимаем, и диффузия случилась, друзья мои. Если соединился шоколад, он там держится замечательно, не расслаивается. Такие мягкие молды можно заказать себе готовые у меня, у Марфа молд. Также можно изготовить их самим. Я придумала набор для самостоятельного создания молдов без дегазации. Называется набор домашний формодел. И ты сама без особых усилий можешь делать свои шедевры. Я тебя уверяю. Уверь мне. Trust me. Во-первых, сделать молд самим это на 300% дешевле, минимум, чем на 300%. И ты можешь их сделать больше, достаточное количество для заливки шоколадных плиточек. Понимаешь? Наборы у меня есть разные. Можно выбрать любую модельку из моего каталога. И я пришлю как дополнительную опцию к набору. Я желаю тебе вдохновения. Я желаю тебе творчества. Ибо творчество – это короткий путь к Богу. Продолжение следует...